Участковые комиссии в Ренийской громаде открылись 25 октября в 8 часов утра и проработали 12 часов. Явка избирателей была низкой, как никогда, в среднем 34%. Такая ситуация и даже хуже сложилась по всей Украине. Под утро 26 октября представители комиссии в сопровождении полиции прибыли в Ренийский гордер избирком, где должны были сдать протоколы, бюллетени и прочие документы. Надеялись управиться быстро, но не тут-то было. По состоянию на 11 часов тер избирком принял документы только четырех комиссий, а четыре отправил на доработку. Люди, не спавшие всю ночь, часами сидели и стояли в очереди, зарекаясь, что никогда больше не будут работать на выборах. Самая большая сложность для нас это было в заполнении документации, главного документа протоколов, подсчета бюллетней. Были такие моменты, в которых не провелось обучение и очень много из этого ошибок. Мы до всего доходили сами. Только не было литературы, по которой можно было выучить. Она была кинута в электронном варианте, то есть распечатывайте сами, находите пути сами. Практически все мы искали информацию. На самом деле это было не так сложно, если бы было проведено обучение. Есть специальный алгоритм заполнения протокола, есть специальные формулы. И ни у кого не возникло бы проблем. И сдались бы все быстро, и не сидела бы ни территориальная комиссия не мучила себя. Ни мы бы не мучились. Я не первый год. Я с 99-го года на выборах и в штабах работала. Нам приносили кодекс Украины обязательно о выборах. Нам приносили всевозможную литературу, как заполнять бюллетни, как оформлять. А посмотрите, как они были напечатаны. Во-первых, настолько мелко, что старенькие женщины заходили в кабину и не могли понять, где какой депутат. Организация сама, ну вы видите, вот эта толпа должна быть здесь. В Болград мы сдавали бюллетени, мы проходили быстрее, чем здесь. И там, да, в Измаиле. Там как-то это более было приятно и удобно. Здесь же, ну и может быть, эти ребята сами не виноваты в этом. И в какой-то гадюшник посадили здесь. И они просто не в состоянии принять больше народа. Вот это, считаю, сама организация очень плохая. Я своих, честно говоря, не стал, чтобы они сидели у меня там на избирательном участке и ждали моего прихода. Пускай люди отдохнут. Я отправил всех по домам. Завтра мы встретимся. Но люди будут отдохнувшие. Как бы там ни было, по три представителя от каждой комиссии со своими мешками продолжали стоять в очереди с целью отчитаться о проделанной работе и уйти спать. Напряжение было таково, что один из членов участковой комиссии обругал территориальную замедленную работу, за что был досрочно лишен своих полномочий. Террисберком не преклонен своей скрупулезности и проверяет каждую цифру. А как же иначе? Как видите, говорить об официальных результатах выборов еще очень рано. Они официальные таковы. Среди партий в Ренийской громаде лидируют «За майбутне», «Наш край» и «Оппозиционная платформа за життя». В выборах руководителя Ренийской громады по предварительным данным штабов наибольшее число голосов набрал Игорь Плехов – более пяти тысяч. На втором месте Олег Зуев, за которого проголосовало около 1700 человек. Третье место в симпатиях избирателей занял самый молодой кандидат Валентин Аждер. Подсчет голосов продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok